Премьер-министр Премьер-министр Это наши гости Успевайте Ваша здравствуйте, пожалуйста Полная студия зрителей Мы не всех сегодня пустили Потому что не смогли всех уместить в нашей студии Я не слышу здравствуйте Здравствуйте, мы же поздоровались Ребята, первый вопрос, который ясно вам надоел Премьер-министр Откуда это название? Я бы прокомментировал сейчас Почему они так называются? Не могу просечь Хотя понятно, должность президента уже использовали Следующий по счету он самый Потом появятся группы министр финансов Министр образования И реже по вертикали полезной иерархии Группа мэр А чем не крута будет группа с названием Замначальника по капитальному строительству? Маленький комментарий Ну, в принципе, из ответа Коммерческие невыгодные То есть из вопроса вытекает ответ То есть там все объясняется Просто действительно Премьер-министр в коммерческом плане Очень выгодное название Названа была группа в связи с перетрубатцами Которые были тогда в нашей стране Вот За Черномызль Сменился Кириенко После Кириенко Там еще очередной какой-то премьер-министр Поэтому решили сэкономить на рекламе Назвали премьер-министр И сэкономили? Да, конечно И это аплодисменты Сегодня в большом концертном зале Сегодня в большом концертном зале В 19 часов концерт группы премьер-министр Я не сомневаюсь, что зал будет полный Кто еще сегодня не созрел После нашего эфира, я думаю Быстро-быстро в большой концертный зал на концерт Сегодняшняя программа Что это за программа? Расскажите несколько слов о ней С этой программой мы, я думаю, что в этом регионе заканчиваем Уже такой некий цикл под названием Девочка с севера Зацикленные ребята Зацикленные, да, слегка на этой программе Уже после Евровидения После возвращения нашего домой, в Москву Мы садимся, отменяем все концерты Которые, может быть, уже намечены И садимся за большую репетицию Потому что буквально в апреле, наверное, месяце Будет огромное шоу Тотальное шоу оно будет называться Пока еще мы не знаем название По-настоящему Какое оно будет Вот, но она произойдет в Москве Потом мы надеемся, что с этой большой программой Вас кто-то говорит там все время Потом с этой большой программой мы надеемся, опять же Приехать и к вам в гости Если все получится Ну и очередной вопрос В 101-й, в 201-й раз, наверное, о Евровидении Вопрос Когда вы были в том самом финале Вы были в финале с Кристиной Рыбакайте Она проиграла Как у вас отношения? Ну, абсолютно нормальные И Алла Борисовна вам простила Такой проигрыш Буквально недавно мы с Аллой Борисовной Виделись на звуковой дорожке 25 лет был в звуковой дорожке Замечательно пообщались Я думаю, что просто, ну Ну, это нормально, когда кто-то выигрывает Кто-то проигрывает Мы же в конце концов не бились кулаками Да, и не ругались Это решал большой совет Тех членов жюри Да, конечно Их было очень много Так получилось, что мы в финале с Кристиной На самом деле побеждал не исполнитель, а песня То есть рассматривалась песня, а не исполнитель Победила дружба В финале, в котором было 10 участников, 10 номинантов Были трое совершенно неизвестных людей То есть у вас было 5 в финале? Ну, окончательный финал, да, из 5 человек Из 5 финалистов Ну и ладно Вот попали вы в десятку Когда вы узнали, что вы попали в десятку Мы выпили 4 бутылки в виски По 0,7 С тех пор не можем 0,7 Большие Литровых Не, литровых Литровых И вернулись Мы просто улетали в Алмату на концерт И сидим в самолете Продюсер каждому позвонил Лично на телефон И сообщил эту радостную новость О том, что мы заняли первое место И мы едем на Евровиде Благо, что рядом В трех минутах ходьбы Дьюти-фри было Где продается огромное количество спиртного И мы прям много выпили И быстро долетели до Алматы Лететь там долго 4,5 часа Все пролетело очень быстро Так 4 минуты просто И утром мы смотрели Шрека Пили пиво Допивали виски И пили пиво И смотрели Шрека А у нас не бывает Уже организм уже Организм уже приучен Дорогие друзья Два билета За самый лучший вопрос Я отдам сегодня Кому-то из вас А я имею ввиду, конечно, гостей Я не вижу вопросов Где Ну, понятно Вопрос здесь есть Но поскольку Микрофон еще идет далеко Скажите, как фанатская любовь Нашим звездам портит кровь? Прикольно, да Не, ну а что Это замечательно Когда было бы хуже Если бы их не было Вообще фанатов Не было бы поклонников Нашего коллектива Нашего творчества Правильно? А, ты как всегда Фанатов или фанаток? Фанаток Не, ну подожди Ну Нет, вы неправильно подумали И приходят взрослые люди Те же мужчины Скажем Мы этого не отрицаем Приходят и уважают нас За какие-то музыкальные качества И мы благодарны Опять же Тем же взрослым мужчинам Или там взрослым бабушкам Дедушкам Которые приходят И просто кайфуют От того, что Они пришли на творчество Конечно, маленьким девочкам Которые любят Там, может быть Не понимая, за что Нас, да Может быть Потому что четыре мальчика Там, ой Что-то поют Им тоже мы благодарны Мы благодарны всем людям Которые нас любят И пусть они будут всегда Вам за это огромное спасибо За то, что Полный зал у нас В последнее время Вам огромное Всем-всем за это Спасибо Я напоминаю Что сегодня в гостях Телекомпании Прима Марат Пиджан Ислава Вопрос, да Пожалуйста Добрый вечер Ребята На Красноярской земле Но я хотел бы Вернуться к тому вопросу Который был перед этим Просто микрофона не оказалось А он был по теме Не собираетесь ли вы На гастроли Скажем в Армению Потому что известно Что вы большие любители Коньяка в вашей группе Как с этим вопросом Ну Я допустим Лично И ребят Я тоже подсадил Мы большие поклонники Молдавского коньяка Собственно Потому что я там родился И я очень люблю Молдавский коньяк Ну Армянский коньяк Мы тоже любим В Армении Кстати мы не были ни разу Мы были в Грузии Мы были В Азербайджане Мы были, да Ну то есть В том регионе мы были А в Армении Ни разу не были Я думаю, что Хотя я Я лично был в Ереване Я знаю Этот город Хорошо Вопросы еще есть? А я по теме Только по теме Да, вот у меня Такой вопрос родился Так как вы Все ребята Разных национальностей То есть Существует такое понятие Разных менталитетов Как вы выживаете Все в одной группе? Нет, менталитет Всех один Мы же родились Там живем В Москве Поэтому какой бы ни был Человек национальности Менталитет Остается один Потому что мы воспитаны На одной культуре А слушаем практически Одну и ту же музыку Поэтому То есть вы как бы С рождения живете В Москве, да? А вот вам вопрос Как вообще Вот проходил отбор В группе Премьер-министр И Как вам удалось Попасть в столь Знаменитую группу? Денег нам дал Микрофон передавайте Да, взятки Все решают Взятки личной связи Миллион долларов Можно попасть Корман Где ты взял Миллион долларов, Марат? Расскажи Миллион Можно к вам попасть, да? Я где-то почитал Что вы любите Колбаситься на дискотеках Даже после концерта Своего концерта Это он Правда ли? На гастролях Это действительно так Любят колбаситься все А в него Гастролях только я А как вознесетесь К предложению А без микрофона Я попрошу не разговаривать Я сейчас к вам подойду И вы зададите Эту токуру У меня вопрос В группе, которую Весь все слышали Вопрос Как вы отнесетесь к тому Если вас пригласят Столь замечательные девушки Поколбаситься с нами А мы уезжаем сегодня После концерта сразу Круто В Томск Мы в Томске уже завтра Так что мы Давайте там поколбасимся В Томске Давайте в Томске поколбасимся Сезжайте в Томске Сегодня поезд Поезд У вас будет возможность Поколбаситься Я напоминаю Что сегодня В большом концертном зале В 19 часов Концерт Группы Премьер-министр Но сейчас Они гости Телекомпании Прима ТВ Есть еще вопросы Я чувствую Что просто никто Не хочет сегодня Попасть на концерт Есть вопрос Пожалуйста Микрофон передайте Я тоже это чувствую В разное время Всякого рода музыкантов Возникает желание Начать кого-нибудь Продюсировать Вы не исключение С чем это связано Ну с тем Что нельзя останавливаться На достигнутом Никогда Ну человек растет В каждой своей профессии Растет Чего-то добивается В жизни Мы тоже Когда-то надо Переходить на другую ступень Одно другому Не мешает И к тому же Это даже самая стезя Стезя музыканта Почему бы и нет Если интересны Есть люди И с ними может что-то Получиться И все всегда здорово Вы тоже поете? Несколько выдержек Из интернета Отличный вокал Первая соль Группа России Свой неповторимый стиль В музыке и в одежде Хорошие запоминающиеся песни Музыку они часто Пишут сами К своим песням И тут же Другое мнение Копать Ворошить Это премьер-министр Соул Тогда Представьте Я Папа Римский Собственной персоной Согласен Кто сказал? Ну Папа Римский Это Папа Римский Сказал Таких вот два мнения Что такое соул? Я не совершенно прав То что Он так сказал Если мы соул То мы Папа Римский Потому что мы действительно Не делаем соул У нас просто вокал С элементами соу А музыка у нас Действительно Просто популярная Просто хорошая Папса добротная Вот и все А соулом Это действительно Нельзя назвать У нас есть пару песен А поясните Что такое вообще Вот это Что это А это нужно А что такое РНБ соул? Я вообще не знаю А это нужно включить Вам просто купить Кассету Или компакт Джастин Тимберлейк Или Бойста Мэн И вы поймете сразу Что такое соул Молодец Вопросы еще есть? Я про Где? Выступил молодец Микрофон Екатерина Будьте добры Подходите прямо туда Ну что? Сами себя в телевизор Вопрос я опять задаю У меня такой вопрос То есть как бы Я хотела сюда спросить У людей Которые добились Своей цели То есть Вы довольно успешные музыканты У вас много поклонниц Денег много Остается ли в данный момент В вашей душе Место для мечты? Ну а без мечты Смысла нет в жизни Какой нам не откроете Думаю нет Они такие темные Где снимался Где снимался Клип Девочка с севера Он снимался В каком-то холодильнике Насколько я помню Чистая правда Если поподробнее Как это происходило Ну пацаны Давайте Давайте Фабрика Айс Филиппа По-моему называлась Там делают мороженое Вот Но в тот Злосчастный вечер Там делали нас Местами за мороженое Да В этой морозильной камере Там было что-то Типа минус 25 По-моему Мы были в мачках Одеты В таких Было довольно холодно Согревал коньячок С чайком Вы выбегали Грелись И снова туда? Да Директор с шубой Так стоял Ну после Выбегали Шубу накидывали Быстро Автобус Жаркий Было холодно Я бы сейчас Наверное Попросил Режиссера Поставить клип Клип Ой А какой же клип Я забыл А давайте посмотрим Клип Мой дружок Не ест Не спит Про нее Лишь говорит Говорит Что нет Прекрасней Ладни Девушки Что с ним Сидит Посмотрел Я на нее Да Пожалуй Ничего Про себя Отметил У нее В глаза Два бриллианта Три карата Локоны Ее Я схожу С ума Ребята Груди у нее Створки две Воротах Троя И вообще Она Вся такая Раз такая Третий день Они вдвоем Ей Любуется Весь дом Говорят Что нет Прекрасней Ладни Девушки Что с ним Двоем Да Девчонка Хороша И фигура И душа Про себя Отметил У нее Глаза Два бриллианта Три карата Локоны Ее Я схожу С ума Ребята Груди у У нее С дворки Две Ворота Троя И вообще Она Вся такая Раз такая Третий день Я сам Не свой Не в отдах Я с головой Говорю Что нет Прекрасней Ладни Девушки Что не со мной Друг мой Рядом С ней Сидит О любви Ты ей говори Ну а я подумал У нее Я схожу Я схожу С ума Ребята Груди у нее С дворки Две Ворота Третий день И вообще в вашей жизни и чей бы клип вы и сейчас не переключили? Вот такой вопрос. Хороший вопрос. А че затихли так? А че думать? Конечно, у нас до сих пор есть наши кумиры, поклонники, люди, на которых мы учились с детства и сейчас, по сей день мы слушаем его. Мы же дома не слушаем премьер-министра и не смотрим наши клипы. Это, по-моему, ненормальные только... Больные люди только это делают. Своего рода мы тоже фанаты просто. Вот вы сейчас смотрели свой клип и вы его комментировали. А нельзя снова все это повторить? С удовольствием ничего. Мы люди открытые. Нам не нравится этот клип и отвратительная работа. Правильно? А мне нравится. А что вам еще не нравится из своего творчества? А все становится лучше. Хорошо. Вопрос? Да, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Очень приятно видеть вас на Красноярской земле. Вам большой привет от ваших больших поклонниц, девушек, работающих в гипермаркете Эльдорадо. Они вам собрали небольшие сувенирчики, которые непременно вручу. Вопрос такой. Вот в вашем клипе «Девушка с севера» у двоих ваших участников очень такие интересные футболочки. У одного – портрет нашего любимого президента, на другом – герб Советского Союза. Подробнее можно? То есть это какой-то политический заказ или же это ваше, так скажем, собственное мироощущение? Спасибо. Ну, начнем с того, что этот клип, как и русская версия, так и английская версия делалась под Евровидение. То есть по регламенту конкурса мы должны были отправить за месяц, там за два, я уже не помню, на этот конкурс в видеоролике. И, естественно, нам же нужно было показать, что мы из России, потому что многие первые дни нашего пребывания на Евровидении в Таллине не могли никак понять, с какой стороны мы. То есть не верили, что вот эти лица могут представлять Россию, да? Вот. И к тому же просто, ну, фишка такая, да, мы хотели показать, что Совет Юнион, СССР, там, Владимир Владимирович Путин. Ну, и к тому же мы действительно уважаем президента сегодняшнего, согласно с тем, что он делает. Ну, в принципе, политично, да, но так вот есть какие-то личные убеждения наши, как и любого нормального человека. А распоряд огня на Евровидении я еще не спросил, хотел спросить. Там тяжело было вообще? Очень тяжело. У нас с 9 утра до 12 ночи, до часу ночи. До 3 ночи началось, да. Ну, это уже как-то получалось, да. Надо до 5 утра. Было расписано, потому что ежедневно мы должны были посетить 2-3 радиостанции, ежедневно было 2 посольства. Вот сколько стран было, все посольства мы посетили. Плакали и жили, да? Ну, не плакали, но почему? Ну, конечно, было интересно. Все-таки мы записаны уже в историю, в любом случае. Десятое, не десятое место, но попали в историю. Хорошо, еще вопрос, пожалуйста. Как минимум, звук есть, да. Как минимум, двое из участников ансамбля начинали музыкальную карьеру как скрипачи, один как пианист. Нет ли желания попробовать себя в классическом варианте и посещает ли группа, скажем, в зал консерватории? Что слушаете из классики? Простите, а кто пианист? Нет, нет, спасибо. Во-первых, спасибо, что вы знаете, это очень приятно. Некоторые задают вопрос, почему группа премьер-министр, а некоторые говорят, видите, какие вещи. У нас подготовленная публика. Это хорошо. Ну, классическая, ну, вряд ли классическая. Конечно, мы уже не занимаемся так, как занимались раньше. Ну, что-то, вернее, не что-то, мы, есть у нас просто уже некоторые задумки на этот счет, то есть взять в руки инструменты, те, на которых мы раньше занимались. Вот, и будут номера такие, но это будет чуть-чуть позже, это будет в той большой программе, которую мы готовим. Скоро. Скоро. Известно, что без примет концертов нет. Ребята, ваша любимая примета. Чего вы боитесь? Черных кошек? Приметы, приметы. Мы ничего не боимся. С глаза какого-нибудь или еще чего-нибудь. Ничего? Вы просто встали и пошли на сцену, не перекрестясь. Ну, это бывает. Билеты продаются заранее. Вопрос, пожалуйста. А если бы у вас была такая возможность, кому бы вы поставили памятник? Я бы ответил себе. Кому? Памятник. Вот такой, да, пожалуйста. Вопрос остался без ответа. Мы задумались. Друг к другу. Где микрофон? Пожалуйста. Я не поклонник группы премьер-министр, но просто сейчас звучала такая, я сейчас слушаю Кристина Арбакайте. Клево. Вот сейчас звучала музыка. Что-то у нее глаза там. Что-то там, да. Да, ну ты знаешь все. Что-то про губы. А вот, створки двер ворота рая. Говорит, не слушает премьер-министр. Все слова. Нет, ну я вот сейчас послушаю, знаете, так, вот створки, знаете, ну, рай, ну не знаю, створки вот так вот открываются. Тебе не нравятся такие створки? Нет, просто губы, губы вот так открываются. Просто про какие створки пели, или губы, вот вопрос. Ну, пошли такие песни. Вот автор песни, кстати, он может рассказать. А откуда мы знаем это? Правильно, как это? Никому неизвестно, как открываются ворота. Правильно, девчонки. Вот все. Да. Надо абстрактнее мыслить. Так, ну здесь, здесь я немножко... Мужчина подумала об этих словах. Вопрос есть? Вопроса? Нет, есть. У вас вопрос, да? Хорошо, я сейчас подойду с микрофоном. Мужчина думает так, зачем мужчина об этом думает? А вот те губы, кстати. Вот, да. Я успела обратить внимание, что вы всегда очень хорошо выглядите. То есть, вы настоящий парень с обложки. Какая часть вашего гонорара уходит именно на гардероб и на ваш внешний губ? То есть, может быть, там маникюр, педикюр и так далее. Смотрите на эти руки. Посмотрите на эти руки. А что руки? Покажите игру. Хорошие руки. Ну, конечно же, мы публичные люди. Мы обязаны просто тратить некоторое количество денег, пусть не все. Не обязательно это педикюр, маникюр, ну, какой-то внешний вид. Мы не ходим каждый день в салоны, там мы не причёсываемся. Очки. Ну, да. Какие очки? А я не имею права говорить, потому что это реклама, я знаю об этом. Дорогие очки, хорошие. Пожалуйста, вопрос. Не скрывает его состояние нынешнее. Этому продюсер купите. Вопрос, вопрос, пожалуйста. Уважаемый премьер-министр, тут совсем недавно, так скажем, прослушивая программу «Московского авторадио», услышал такую в испании «Мурзилок Интернешнл», замечательную такую вариацию на тему вашего хита. Называется она «Мальчики с севера». Интересно было послушать, как бы приходилось. Мы не слушали. Спасибо. Спасибо. Они там уже, по-моему, две наши песни перепели «Атомное чувство» и «Два бриллианта». А, вот мы еще не знаем. Значит, еще опять они нам денег должны. Вот, видите, на ровном месте деньги зарабатывают. Сидим с вами, узнаем информацию, сейчас позвоним продюсеру. Все входит на гардероб, да. Да. Там, поверьте, там не такие большие деньги, там на гардероб не хватит. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в большом концертном зале в 19 часов концерт группы «Премьер-министр», сейчас они гости телекомпании «Прима». Я хочу теперь перебью, пока мы здесь с вами общаемся, наши ребята-музыканты уже настраиваются, там у нас живой звук, поверьте, это не то, что вы видите по телевизору, вот эти вот клипки, клипы, всякие съемки, это все, поверьте, не то. Кому интересно, даже тот, кто слушает Кристину Арбакайте, если тебе интересно, в принципе, что такое музыка и что такое шоу-бизнес, я тебе советую купить билет, я думаю, что недорого же стоит или дорого? Я не знаю просто. Наверное, недорого. Вот, и прийти, потому что иногда случаются парадоксальные вещи, люди, которые слушают рок-н-ролл, поверьте, они не слушают группу «Премьер-министр», они приходят и говорят «Настоящие рок-н-ролльщики». Вот, и к тому же мы иногда выступаем на сцене с Земфирой, иногда выступаем с Чечериной, кстати, это недавно было. И там такой был блок рок-н-ролльщиков, B2, Чечерина, Земфира, Сплин, ну, в общем, вся вот эта, да, тусовка. И мы как бы открывали, нет, вернее, там тату было после них, и потом мы. То есть тату открывала блок попсовой музыки. И мы, естественно, тоже. Все думали, что мы выйдем сейчас, кто знает, те знают, что мы выходим с музыкантами уже в последнее время, то есть не одни. А кто-то не знал, ну, думаю, да, сейчас попсари выйдут опять под фанерочку там. И выходим мы, и все рок-н-ролльщики у них так думают, опа, кто это, кто это появился там. Мы почти заканчиваем программу, я прошу прощения, что так немного перебиваю наших гостей. Кому мы отдаем билет? Ну, правильно, а как? Один только, да? Ну, один, для начала. А сколько, на два человека? На два человека. Это самый интересный вопрос. Вот девочкам, вот, вот раз и два, вот там, можно? Или вы не подружки? Подходите. Подходите сюда. Ничего, будут им. Получайте свой билет. Я напоминаю, что это был ток-шоу разговор со звездой. Я думаю, что вы попадете в любом случае на концертное. В гостях у нас была группа премьер-министр. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну, а нам остается только закончить программу. Ребята, начинайте писать свой автограф в телекомпании Прима ТВ. А я заканчиваю программу. Всего вам доброго. До новых встреч на ток-шоу «Разговор со звездой». До новых встреч в студии, в эфире. И следите за программой, за нашей программой «Разговор со звездой». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин